Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Мы продолжаем наш инвестиционный эксперимент. Это первый выпуск 2021 года. Посмотрим, как преодолел портфель новогодние праздники, как и что происходит. И, соответственно, сделаю очередные докупки в рамках той структуры, которую я планирую создавать. Давайте посмотрим на то, что у нас происходит сейчас. А курс доллара колеблется в диапазоне 74-75 последние дни. Фактически с начала года пока никаких серьезных движений нет. Что, к слову, довольно удивительно, поскольку нефть подорожала. И подорожала весьма существенно. Но рубль на это не реагирует. Фондовый рынок штурмует все новые и новые высоты. То есть, явно денег в мире много. И пока они идут как раз на финансовые рынки. И сколько это продлится, не знаю. Мы многократно говорили о том, что очень, вероятно, в какой-то момент будет серьезное падение, серьезный обвал, когда можно будет как раз более выгодно закупаться. Но пока идет рост. Что российский рынок, что вот снизу индекс S&P 500. Американский рынок также. Предупреждение о рисках. Как я всегда обязательно предупреждаю. На фондовом рынке запросто можно деньги потерять. Будьте аккуратны. И то, что делаю я, это не индивидуальная рекомендация для вас. У каждого своя ситуация. Вы принимаете решения сами. Я лишь делюсь своим опытом. В рамках эксперимента я инвестирую в облигации, в акции, в золото. Регулярно, каждую неделю. Начиная с конца марта прошлого года. То есть, вот у нас через три месяца будет. Через два с половиной уже даже. Будет ровно год. Посмотрим результаты портфеля. Инвестирую минимальной суммой для того, чтобы удерживать ту структуру, которую я для себя принял. И это все-таки эксперимент. То есть, я ставлю целью создать себе такой всесезонный портфель. Довольно универсальный. Снижающий максимально риски по разным направлениям. Но при этом имеющий неплохую доходность. В данный момент у меня восемь инструментов. Я все это делаю в пассивном режиме через индексные фонды ETF. Компании Финекс. Это еврооблигации рублевые. Еврооблигации российских компаний долларовые. Акции российских компаний. Акции американских компаний. Золото защитный инструмент. Акции IT компаний. Китай и Германия. Для страновой диверсификации. Для нишевой диверсификации. Для диверсификации по валютам. Также вот такой у меня портфель в текущий момент. В таких пропорциях я стремлюсь его делать. Сейчас еще не до конца вот эту структуру сформировал. Я думаю что еще какое-то время это займет. Вот мой план по докупкам сегодня. То есть вот сейчас вы видите что немножко из-за того что что-то выстреливает. Допустим российские акции в последнее время очень бурно растут в цене. И они опережают. А где-то наоборот золото просело. Здесь я еще немецких акций не добрал. И IT компаний тоже немного не добрал. Поэтому вот я то чего у меня не хватает. И то что просело сейчас собственно и буду докупать. Еще из важных моментов я перешел на тариф трейдер. Хотя в нем есть ежемесячный платеж. 290 рублей. Но зато комиссия намного ниже. Примерно то на то и выйдет. А в какой-то момент скорее будет выгоднее. Вот так вот. Дополнительные материалы что поизучать. В описании под видео будут ссылочки. И давайте мы с вами сейчас посмотрим как вел себя портфель. Портфель публично открыт. Ниже под видео будет ссылка. Вы можете зайти и посмотреть все детали. Вот в описании под видео я дам ссылку на текущую страницу. Где вы можете зайти и прям вот все детально увидеть. Все сделки, всю аналитику. Итак. Портфель сейчас стоит 873 тысячи рублей. Или около 11,7 тысяч долларов. Из них прибыль 95 тысяч. То есть 11%. Средневзвешенная прибыль при этом. То есть абсолютная прибыль 11%. Средневзвешенная прибыль 26% примерно. И среднегодовая доходность 32%. С учетом разного срока работы сумм. То есть почему разница что вроде 95 тысяч заработал. А почему 32%? Потому что разные суммы отработали разный срок. Что-то я вложил в конце марта прошлого года. А что-то неделю назад. Вернее перед новым годом. Поэтому здесь система автоматически считает каждую сумму. Как она отработала. С учетом и показывает среднегодовую доходность около 32%. Получается что конечно же нельзя ожидать все время. Что так будет. Но приятно. Радует. Смотрим дальше. Основной портфель у нас больше всего. Российские акции дали 25% прирост. 21% американские акции. Облигации около 4%. И золото в минусе пока около нуля. И по 5% Китай и Германия. Технологические компании пока около 3%. Так. Но здесь уже ничего более существенного нету. И посмотрим еще вот в разделе аналитика. Можно посмотреть как росла прибыль. За. Вот давайте возьмем. За весь период. За год. Вот так вот росла прибыль портфеля. И по месяцам сколько было. Сколько каждый месяц зарабатывалось. Можно даже по годам можно посмотреть. Так. Но ссылка у вас здесь будет. Сможете все это посмотреть. И давайте теперь в соответствии со своим портфелем. Я совершу докупки. Делаю я это через брокера Тинькофф. Я работаю с разными брокерами. По разным направлениям. Вот этот пассивный индексный портфель из ETF. У меня именно в Тинькове. Довольно удобно. То есть кому актуальность ссылку дам. Посмотрите. Вот часто идут вопросы. Через какого брокера инвестировать. Тинькофф действительно один. Даже наверное самый удобный в плане сервиса. Он не самый дешевый. Но в плане удобства, комфорта, сервиса, информации. Действительно они молодцы. Итак. Итак. Смотрим. Вот портфель. Я докупаю акции немецких компаний. Так. Купить. Покупаю один лот. Одну акцию. Готово. Немецкие компании взял. Теперь акции IT-компаний. Они долларовые. Они в долларах. Недавно запустился этот фонд. Вот здесь я покупаю 100 лотов. Так. 100 лотов. Ага. Надо мне разбить это, а то мне не хватит. На долларовом счете недостаточно денег. Сейчас я тогда разобью 70 лотов. Здесь 77 доступно. Так. Готово. И еще. Сейчас попробую, смогу ли я с рублевого счета взять. Еще 23 лота с рублевого. Да. Вот он автоматически переведет. Но это будет невыгодно. Вот сразу надо понять. Видите. Комиссия будет более высокой. Из-за того, что еще он по не очень выгодному курсу поменяет. Но в абсолюте для меня это сейчас не столь существенно. Чтобы не отвлекаться, я сделаю. Но лучше, конечно, по биржевому курсу сначала перевести в доллары. А потом уже сделать покупку за доллары. Так. Акции китайских компаний. Акции китайских компаний. Вот точечки. Это где я закупался. Их мне надо купить один лот. Так. Готово. Китайцев купили. И остается золото. Подешевевшее золото. Вот оно в последнее время стоит дешевле. Но в целом у меня по золоту ожидание, что долгосрочно. В свете того, что денег печатается очень много. Они обесцениваются. Золото может себя еще проявить неплохо. Так. Золото. Я покупаю три лота сейчас. Так. Я посмотрю. Нет. У меня не хватит с этого счета. Три лота. Готово. Так. По моему пассивному индексному портфелю. Готово. И еще я хочу сделать небольшую докупку. В рамках моего портфеля российских акций. И в рамках докупки акций я планирую сейчас купить несколько акций ТАД нефти. В свой портфель акций. Российских. Это у меня реализовано на базе брокера Альфа Директ. Так. Семь акций. Готово. Все. ТАД нефти приобрел. Ну что ж. Вот такие докупки у меня в рамках моего эксперимента. В первый день эксперимента в 2021 году. Посмотрим как он себя отработает этот год. Я думаю что будет очень интересно. Прошлый год конечно был год безумного роста. В этом году видимо этот рост какое-то время продолжится. Но я конечно очень ожидаю в какой-то момент сильной коррекции. И возможности на этой коррекции докупиться. Но посмотрим как сработает в итоге. Всем удачного дня, хороших инвестиций. С вами был Николай Мрачковский.